В моностационарах с коронавирусом сегодня 99 детей. Под них развернутые койки в инфекционной больнице. Готовятся места в подразделении детской клинической больницы на улице Шилова. Рост заболеваемости среди детей фиксируется, но на дистанционном обучении не все ученики и дошколята. Полностью на дистанционном обучении по краю было 14 школ. 124 школы. Частично были на дистанционном обучении 455 классов. Это уже по оперативной сводке, которая с 8.30 была озвучена по всем нашим территориям, нашими территориальными отделами. Полностью было остановлено два дошкольных образовательных учреждения и 41 частично, в которых остановлено 54 группы. Если в 7% классов зарегистрированы случаи, то зачем 93% классов переводить на дистанционное обучение? Светлана Лапа заявила, что большинство заражений детей ковидом происходит не в школах, а в семьях. С уходом всего класса на карантин родители здоровых детей вправе оформить больничный по уходу за контактным, но здоровым ребенком. Говоря о вакцинации, отметим, что ей подлежат дети от 12 до 17 лет и для ее осуществления необходимо письменное согласие родителей. В первую очередь прививки ставят детям из многодетных семей и воспитывающихся в соцучреждениях. Первая партия вакцины составила 720 доз, ей привиты 598 подростков. Еще 63 тысячи доз детской вакцины заказал Минздрав Края. Согласие родителей до того момента, пока ребенок не имеет права, подросток сам подписывает это согласие, получаем от родителей или законных представителей, опекунов. И с того момента, как только ребенок вступает в право подписывать согласие сам, он подписывает согласие сам. 598 подростков у нас получили вакцину по Забайкальскому краю в целом. По отказавшимся я сказать не могу на сегодняшний день, мы не смотрели эту статистику именно по отказам. Взрослому населению все чаще советуют работать на удаленке. Например, мероприятия правительства региона, а также мероприятия с участием губернатора Александра Осипова перевели в онлайн формат. Чиновники сейчас работают из кабинетов, хотя еще несколько дней назад на привокзальной площади с участием ансамблей песни и танцы губернатор Александр Осипов и сети-менеджер Сапожников торжественно открывали часы. Это мероприятие, кстати, Роспотребнадзор не согласовывал, да и прошения на добро организаторы не подавали. Одно мероприятие было согласовано, я сейчас не помню, то ли борьба, то ли еще что-то. Дальневосточного федерального округа первенства больше, но пока ничего не согласовывалось. Отметим, что в случае невыполнения ограничительных мер, принятых губернатором, Роспотребнадзор рассматривает введение еще более жестких ограничений, которые, как видно, губернатору как раз можно и не исполнять. Население все же явно больше интересует соблюдение мер, например, водителями общественного транспорта, поскольку из-за необходимости детям ездить в школы, а родителям на работу, особую тревогу вызывает дезинфекция салонов. Крайне плохо выполняется, за это составляются протоколы, привлекаются к административной ответственности. У нас общественный транспорт контролирует городская администрация, органы местного самоуправления и Министерство по строительству и транспорту. И, как они докладывают на штабах и на планерках, что практически каждую неделю привлекаются к ответственности хозяйства счетов. В целом, за минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 989 случаев заражения коронавирусом. Коечный фонд занят на 60%, 880 пациентов находятся на амбулаторном лечении. Относительно бесплатных лекарств для домашнего лечения их однозначно хватает не всем, и компенсация затрат не предусмотрена. Когда вы болеете гриппом или ОРВИ, вы болеете другими какими-то заболеваниями, вы требуете возврата финансовых средств за лечение, которые вам назначили амбулаторно. Действительно не хватает для всех тех финансовых средств, которые выделяются. Я не думаю, что здесь кто-то будет возвращать эти финансовые средства. Я, например, болела, я лечилась сама. После этого высказывания, исполняющей обязанности министра здравоохранения края, под публикациями СМИ набралось несколько сотен комментариев. Вот самые приличные из них. Да, каждый раз читаешь такие заявления, и страшно, как человек с такой жизненной позицией может быть руководителем здравоохранения. Если людям, болеющим положены льготные препараты, будьте добры, предоставьте. Вообще, на такие высказывания чиновницы должен отреагировать губернатор и депутат из эксобрания. Своё ли место занимает эта дама? Вспомнилась ещё одна госпожа-министерша, которая заявляла, что харагунцы ложатся в стационар, чтобы поспать и поесть. Это всё из одной серии. Кстати, если у вас нет возможности быть такими сильными и независимыми, жалобу на невыдачу лекарств вы можете подать в Росздравнадзор или Минздрав России по телефонам горячей линии.